Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас в обзоре очередное чудо китайских телефоноделов. Телефон под названием E7S китайской компании BlackVille. На канале уже был обзор телефона E7. Вот это его как бы одновременный младший и старший брат, где-то старший, где-то младший. Так вот, при одинаковой стоимости телефоны отличаются только наличием и отсутствием 4G. Теперь посмотрим, что же может показать и выдавить из себя BlackVille E7S. Итак, поставляется телефон вот в такой коробочке, неказистой, как и вся продукция BlackVille, без всяких надписей, красивых логотипов. Вот тут у нас есть BlackVille, надпись, соответственно, что-то переливается, отсвечивается. Ну, так, местами красиво, хорошо. Сбок у нас информация о модельке. Что у нас тут? BlackVille, модель E7S и EMAI телефона. Соответственно, цвет телефона, вот он, грей, серенький. Итак, коробочка, как вы видите, замялась из-за того, что продавец достаточно нехорошо ее упаковал. И Почта России, естественно, помялась. Ребята, не забывайте, когда вы получаете телефон, в первую очередь, обращайте внимание вот на вот эту штуковинку. Это говорит нам о том, что у нас аккумулятор заклеил специальные транспортировочные пленочки, чтобы во время транспортировки телефон не включился. Итак, что же у нас внутри? Сам телефон. Вот такой он у нас. Диагональ телефона 5,5 дюймов. Разрешение экрана 1280x720. 24-х ядерный процессор МТК-6580. 2 гигабайта оперативной памяти. Но так как процессор достаточно старенький, и уже, по-моему, с 2013 года он выпускается, соответственно, ставится в мобильные телефоны, то поддержки 4G сетей в нем нет. Поэтому только 3G. Так, ну, дизайном E7 и E7S абсолютно одинаковый. То есть, никакой разницы абсолютно в близнецы-братьях различия только внутри. Поэтому смотрите внимательно. Если вы заказываете из Китая, мало ли какие ушлые продавцы попадаются, обязательно тестируйте, потому что, мало ли, положат вам слет на другой телефон, а вы этого и не заметите. Далее, что у нас еще есть. Так, вот такая коробочка. В этой коробочке у нас в подарок кладут бампер силиконовый. Ну, мелочь, ну, нужная мелочь. И второе защитное покрытие, ну, защитная пленочка. Ну, как защитная. Ну, удар она не переживет, но хотя бы от каких-то там царапин экран убережет до того момента, пока вот сюда не наклеите маломайское защитное стекло. Защитное стекло тут будет наклеить, на самом деле, это достаточно и непросто, в связи с тем, что у нас телефончик имеет закругление 2,5D. То есть, вот они, видите, края у него округленные с обоих сторон. Это сейчас как бы модно и симпатично, но с этим же возникают и проблемы с установкой защитных стеклов. Вот даже пленочка защитная сейчас наклеена, вот видите, края у нас без пленочки. В связи с тем, что пленка будет по краю отходить обязательно. Точно так же и стекло. Поэтому проблематично. Есть инструкция у нас и в инструкции у нас есть русский язык. То есть, здесь маломайский, далекий от смартфонов человек может подчеркнуть минимальную информацию о телефоне, как им пользоваться. Единственное но, что мне понравилось, просто чудеса перевода. Ну вот смотрим, да? Английский язык, описание телефона. И вот он наш КПУ. Сейчас попробую. Ага, ну, давай, настраивайся. Ну, что ж такое. Так, вот, КПУ 6580 с Quad-Core, да, запоминаем. И где-то тут наш русский язык. ТД еще. Оп, 8 ядер. Вот так вот. Увеличение количества ядер методом Google-переводчика. Так, это пока в стороночку. Так, зарядное устройство с логотипчиком BlackVue. Тоже тут переливается. Защита вроде как от подделок. Не знаю, правда, кто подделывает, но может быть. Пятивольтовое и одноамперное. Проверял ребята тестером. Все честно. Все, даже чуть-чуть больше на заряде выдает аркер с копеечкой. Ну и обычный кабель. USB, microUSB. Тоже он тут. И это вот у нас надпись гордая. BlackVue. Ну вот. В принципе, и все, что у нас по комплекту. Ее чуть не забыл. Ребята, супер наушники BlackVue, которые они в каждый набор кладут свой. Ну, не знаю. Мусорный вариант наушников. Ну, для совсем далеких людей, кто, так сказать, слаще редьки ничего в жизни не видел. И эти сойдут наушники за глаза. Так. Чуть-чуть сейчас уберусь. И продолжим. Так. Телефончик с достаточно неплохим дизайном. Вот эти вот вещи сейчас у нас черпаются из айфонов. Соответственно, дизайн чем-то напоминает. У нас идет по правой стороне качельки громкости, кнопочка включения. Сверху у нас стандартный 3,5-мм джек. Внизу кнопочки для управления меню, домой, назад. Здесь же у нас динамик и микрофон. И посередине слот для microUSB, для зарядки, либо же для соединения телефона с компьютером. Повторяется та же система, что и в E7, то есть отсутствующие полностью загогульники, где можно там ноготком подцепиться и открыть крышечку. Так. Камера у нас 13 мегапиксел и 5 мегапиксел. Все это, естественно, интерполяция, поэтому по факту там будет стоять 8,5-мегапиксельная. С правой стороны датчики приближения датчика освещения. Здесь у нас в пленочке вырез под него сделан, то есть датчик будет работать корректно. Ну и вспышка у нас однотонная, то есть ну ценник обязывает. Так сказать, невозможно что-то еще сюда поставить такое, что стоит денег и вывести все это дело в определенный ценник. И что самое важное, это у нас датчик сканер отпечатка пальцев, который поддерживает у нас 360 градусов прикосновения. То есть какой бы вы стороны не прикоснулись к сканеру отпечатка пальцев, ну должен сблокироваться. Так, сейчас попробую открыть все это действие. Ох ты, ай-яй-яй, как больно. Вот об этом я и говорил, что вот эти защелочки. крышечка у нас, да, крышечка достаточно, достаточно мягкая, то есть ну во время открытия, закрытия сломаться не должна. Единственное, что меня смущает, ну как и в Е7, ее опять-таки будем провалить провалить постоянные параллели, то есть у нас эти кнопочки наши все на таких пластиковых заглушечках которые ну вывалиться не должны, ну так как-то конструкция хлипкая, но зато как бы из-за того, что у нас все пластмассы никакой болтанки нету. Так, вот сам телефончик наш, батарея, батарея у нас на 2700 миллиампер часов, честно телефон отработал эту циферку, то есть при первом при первом заряде, с учетом того, что аккумулятор еще не раскачен, по-моему 2712 он набрал по тестеру, достаточно неплохой результат, сейчас все больше и больше китайские производители работают по чесноку, то есть заявлено две там аккумуляторы, здесь у нас эти амперчасы заявлены и присутствуют, вот та самая удаляемая наша пленочка, которая наклеенная была на контакты, я уже ее снял, естественно, не удержался, тоже тут у нас графическая наклеечка, там Blackview, то все, две пломбочки стоят, тут какие-то что-то уже отклеивается, но ничего, китайские сопли были не сильно крепкие, по краям у нас два слота для сим-карт, сим-карты стандартной microSD, и еще один слот для карт памяти microSD, по-моему, если не изменяет память, до 32 гигабайт можно сюда флешечку впихнуть и будет работать, вот эти две два слота, два слота, которые у нас расположены по бокам, а не как мы привыкли со стороны аккумулятора, как бы намекают, что у нас вполне вероятно горячая замена сим-карты, то есть для того, чтобы что-то включить, включить телефон и поменять сим-карту, точнее, не надо его выключать будет. Так, сим-карту вставлять не буду, 3G работает, проверял, как бы, верьте мне на слово. Так, что ж, включим, давайте аппаратик, вот, после неприложительного нажатия, у нас луга-типчик, Blackview, сейчас телефон подгрузится, соответственно, поглядим, что у нас внутри, значит, ну, пока грузится, значит, по мелочи у нас IPS-дисплей, IPS-дисплей с разрешением 1280-720, за графику у нас отвечает устаревший чип Mali-400MP, и, ну, в этом процессе процессоры используются, по-моему, однокристальный чип графический, поэтому какие-то там звезд в играх от него не ждить, особо не даст он этого. Так, что у нас еще интересного здесь, 2 мега, о, вот, пока это разговаривал, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт своей памяти, так что, в принципе, на все заявки должно хватить. Так, вот у нас стартовый экран, здесь голый андроид стоит, то есть, никаких каких-то своих там операционных, точнее, неоперационных, каких-то украшательств BPU не делает, вот голый андроид, ребята, пожалуйста, получите, ничего не тормозит, там, сами украшательством занимайтесь. Небольшая темка такая стоит с красивыми игоночками, в принципе, лучше, когда вот у нас нет никаких своих каких-то там лончеров и прочее, такое, там китайцы любят, нет-нет, троянчики вставить, ну, есть у них игришок такой, пару раз налетал, по-моему, в Blackview опять был у меня такой аппарат, да и что, был, он сейчас есть у ребенка довольно лазить с ним, как слон, вот там был, соответственно, троянчик в лончере, пришлось его немножко порубать, так, что у нас тут, дисплей достаточно отзывчив, то есть никаких торможений у нас нет, все очень быстро откликается на нажатие, запаса яркости, ну, местами может быть, и хотелось бы чуть больше, но опять-таки, ценник обязывает, яркость у нас до минимума убирается, то есть ночью для того, чтобы почитать какие-нибудь книжечки, не напрягая сильно свои глаза, в принципе, все корректируется, и на максимальной яркости, ну, пробовал я днем, так сказать, пройти с ним, ну, не скажу, что сейчас у нас там солнечные дни, но в принципе яркости хватает, чуть-чуть бы поярче вообще вшить был бы, так, тут у нас фонарик, самый виджет фонарика, соответственно, для того, чтобы какие-то там в особом случае подцветить все где-то еще телефончиком, ну, все стандартно, ребята, вы уже сто раз это видели, я не думаю, что тут сильно это останавливается на всем этом деле, так, что, 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 наверное, сразу давайте пройдем, пройдем по характеристикам, пробежали быстренько, ну, наверное, и в Antutu сразу, чтобы это, кстати, подтвердить, что нам пришел E7S, а не E7, то есть, в Antutu заходим, телефончик набирает 22 тысячи попугайчиков, в принципе, для этого процессора это нормальная ситуация, даже 5 гигабайт, 6 гигабайт, по-моему, таких гигабайт не поддерживает, напихали бы, циферка сильно не изменилась, то есть, это вот его предел, что можно выжать из 6580, так, информация, вот наш E7S, то есть, все честно, 6-ой Android, 6580 процессор, Mali 400, разрешение дисплея, как проверять, правда это или нет, с разрешением дисплея делаем скриншот, и, соответственно, открываем его, нажимаем сведения, вот наши 1280 на 720, то есть, никакого обмана, как говорится, Сулеймана, так, удаляем, так, забежал вперед, так, так, 13-мегапиксельная камера определяется, 2 гигабайта оперативки, из них, свободных, вот видите, полтора гигабайта, то есть, оперативы, очень, очень мало кушает сам Android, то есть, достаточно много оперативки выделены именно под приложение, для того, чтобы они работали, не перекрывая друг друга и, так сказать, не тормозя, 4 ядра, 4 ядра, тактовая частота до 1300 МГц, дисплей с плотностью пикселей 320 DPI, Mali 400 поддерживает шейдеры, по-моему, версии, ну, версии графического процесса OpenGL ES2.0, более современные, уже 3.0 поддерживает, вот они, наши камеры, 2 штуки, 13 МГц, вот это, и 5, вот это, но это интерполяция, говорю я вам уже, так, 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 датчики, датчик приближения, датчик гироскоп, что у нас, датчик освещения, ну, и все, больше никаких датчиков нет, в принципе, ну, и не может тут быть, за 4500 рублей, так, вот так, вот так, у нас, экран поддерживает, 5 пальцевые касания, в принципе, за эти деньги, опять-таки, во второй, все шик, все шикарно, Epic Citadel, Epic Citadel, соответственно, не знаю почему, здесь, в настройках, возможно выбрать, только две, две возможности, вот два воздушных варианта, тестирования, это у нас, производительность, и, красота, соответственно, ультра красоты, выиграть нельзя, при тестировании, на красоту, именно, на перформанс, по-моему, там что-то, 41 или 43 FPS, выдала, программка, но вот здесь, видите, бегает, в принципе, достаточно сносно, так, давай, телевидение просвещает, welcome, welcome, вот, вот, хач перформансы, хач квалити, то есть, либо графика, либо производительность, либо качество, так, ну, скрины, добавлю, вместе с видео, вот так вот, угу, приустановлен, приустановлен, уже, программка, Xander, для передачи, файлов, через, посредством, Wi-Fi, соединения, сеть, очень удобно, мне понравилось, до этого не часто пользовался, тут прям, большие файлы, закидывает только в путь, так, давайте в настройки, пробежимся быстро, здесь у нас, каких-либо, английских слов, минимального количества, за исключением Wi-Fi, Bluetooth и SIM-карты, все остальное на русском языке, экран, экран, ожидал, увидел здесь, Miravision, нет, так, 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 по поводу, по поводу у нас, вот, ребята, жестеро блокировки, вот они, наконец-то, все это дело на русском языке, то есть, можно активировать экран, просто двойным тапом по экрану, но я как-то уже привык, не знаю, к сенсору, поэтому, к пальчику, поэтому, очень удобно, отпечатком пальцев, отпечатком пальца, так, ну, давайте, давайте еще один, добавим отпечаток, ну, вот, все, давайте, начнем, предложите, как я перехвалил, а что такое, ага, ага, просто немножко, чуть-чуть надо было провести его, и начинаем крутить, вертеть, соответственно, все, считал у нас палец, готов, теперь у нас их два, теперь, что мы попробуем, вот так сделать, и прикладываю палец, оп, в сферу попытки, то есть, ну, это елки-палки, ну, прям красота, никаких сбоев сенсор не дает, все прекрасно работает, так, ну, дальше, опять-таки, все стандартно, Blackview 6.0, Android 6.0, 6.0 версии, здесь, стоит, ну, беспроводное обновление, не знаю, пробовал, ничего, ничего нет, вроде, все самое последнее стоит, возможно, будет выходить, какие-то, какие-то патчи, но я так, сильных багов, здесь не заметил, камера, в отличии, от Blackview E7, видео пишется, с разрешением, 1280-720, в E7 он писался, 640 на 480, по-моему, так, опять настройки, лучше-то меня тянет настройки, выйти, давайте послушаем, как телефончик играет, где у нас, кто у нас какой-нибудь, нет, не Вингтонус, а где же у нас, ну, тут, аудио точно, передаваться, морным глазом, не успел уже, если передалось, ну, достаточно громко, опять-таки, если мы даже прикрываем, вот эту часть, ну, баса никакого нету, такой, если я в один амисе, но, 4500 рублей обязывает, так, что у нас еще интересного, это, наверное, с интересными вещицами, и все, GPS, GPS оттестировался, GPS, спутники, дома возле окна, вообще-то казалось, а ловить, ну, может быть, я уже и бросил там ждать, по-ждать там минуту, а на улице потребовалось, по-моему, 30 там с чем-то секунд, чтобы он подцепился к спутникам, ну, в принципе, просто старенький, поэтому и каких-то там супер, супер-пупер скоростей от него ожидать не получилось, точнее, вот все, что может на эти денежки, то и делает, поэтому прощаем ему 30 секунд, я думаю, можно и постоять, не такая у нас там, FM-радио есть, можно там скоротать время, слушая радио, вот так, давайте чуть-чуть, наверное, по традиции, ага, вот у нас еще Аида есть, потому что частенько Антуту, китайцы, никому не пружденно, могут обманывать, на уровне ядра, выдать ему информацию, ту, которую они хотят, чтобы он и показал, поэтому сторонние системы ставим для проверки, но я частенько пользуюсь Аида 64, так, вот у нас процессор 6580, 4 ядра, 1300 максимальной скорости, так, Android, 6, так, датчики, вот акселерометр, штаб, что у нас, датчик освещенности, приближение, ну вот все, все прекрасно работает, то есть никаких нареканий к датчикам у меня нет, 2 гигабайта оперативной памяти, вот модель там у нас, ну все расписано, то есть Аида достаточно все не витиевато расписывает, то есть никаких проблем абсолютно быть не может, ну что ж, давайте перейдем к традиционным части, с играми, в этот раз никаких гонок, чтобы там не было у нас асфальт, притормаживает, затормаживает, постреляем просто в каких-нибудь трехмерных стрелялочках, ну больше я это, наверное, даже не стрелялки, тир, достаточно неплохой, понравился мне, сам честно сказать, залип, ну что, ну какие обновления, ну так неохота мне ж, ребята, ну все ж работало, спасибо, видите, все достаточно громко, так, ну давайте, чуть-чуть поиграем, что-то нельзя, ну вот тут, можно, игрушка сейчас работает на средних настройках, ну все играбельно, не знаю, что я не знаю, так, так, сейчас тормоза, это был таймшифт, то есть, надо было просто гранату здесь, поэтому, так, в принципе, что могу сказать ну нормально поиграли игрушка достаточно симпатично красиво смотрится скоротать время за и за игрушкой вполне вполне себе да так свернем ее и поиграем бархайер вархаммер вархаммер то же самое тир трехмерный достаточно тоже требовательной графики здесь на максималках естественно никакого речи там не идет все тоже катается на средних исключительно на страничках и канцел хочу ничего устанавливать потом все равно все это удалять так все загрузится да если я хочу а-а-а, наху-треться ну ладно, бездатно туда поедем Единственное, здесь в этой игре необходим будет двойной тап, если поставить пальцы близко, телефон их не определяет, хотя вот вам и пяти пальцевые касания, есть минусы и здесь. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот. 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 вот mesurer вы заходите в магазин, в любой магазин с электроникой вам подвигает продавец и как маломальский, там, не знаю, опытный, он обязательно у вас начнет выявлять потребности, а вы ему в ответ на вопрос, что вы хотели бы, скажите, я хочу смартфон, хочу, чтобы там был дисплей в 5,5 дюймов, хочу, чтобы там разрешение было, там, не знаю, там, HD, хочу, чтобы там три камеры были достаточно неплохих, хочу, чтобы там звук был хороший, чтобы дизайн был хороший, ну, и я в этот момент, когда вы все это будете рассказывать, не забудьте упомянуть, что есть у вас в кармане всего лишь 4,5 тысячи рублей, ну, и когда вы будете уже рассказывать прямую продвину гигабайт оперативной памяти, да, вы уже посмотрите по сторонам, я думаю, продавец уже потихоньку феи вызывает ребят в белых халатах, чтобы пеленать, потому что явно поймет, что у вас приступы, и вас лечить надо, а когда вы еще добавите про сканер отпечатка пальцев, все, считайте, вы уже пеленованы, и вас уже везут откапывать, потому что явно белый, горячка, совсем белый, так вот, все, все плюсы, ребята, единственное, но там всех будет кричать, как один, вот тут есть у меня гарантия, ребята, у китайцев по гарантии проще что-то выпросить, нежели у наших ритейлеров, которые сделают все, чтобы послать вас в такое пешее, эротическое путешествие на юг, но сказать это так красиво и так вежливо, что я даже себе не представляю, вы пойдете на этот юг и будете думать, вот что так оно и должно быть. У меня истинный опыт в борьбе с такими чудо-посылами, но здесь надо, не знаю, ложиться и спать и вставать с утра и вместо отчинаж открывать защиту правопотребителей и там вместо утренней молитвы, соответственно, там главу 14 пункт Б. Так вот, вернемся к нашим баранам, вот они, наши 4,5 тысячи рублей, вот вы сами видели, что он аппаратик может, что не знаю, посмотрите, что могут за эти деньги местные приборы и посмотрите, куда чашечка весов качнется. Вот и все, ребята, я думаю, я максимально аргументированно рассказал вам свою точку зрения, если вам что-то понравилось, ребята, не забываем поставить лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, буду очень рад и счастлив с вами пообщаться в комментариях, единственное, ребята, мат исключен, то есть все, все абсолютно комментарии с матом будут валяться без суда и следствия, поэтому все, лайк, подписка, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok